Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Попов, кандидат психологических наук. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Сегодня будем говорить, собственно, о таких вопросах, которые будут касаться психологии россиян, вообще людей, почему для них царь всегда хороший, и Путин, и его страхи, и чего боятся сами россияне. Об этом и обо всем мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что вопросы от наших зрителей отвечаем коротко в Блиц-интервью. И вот такой вопрос. Как вы считаете, Путин понял, что зря напал на Украину? Безусловно, понял, потому что в последнее время в интервью он вообще никак не озвучивает ход войны в Украине. Если бы он был для него победоносен, важен и приемлем, он бы об этом говорил, не переставая. Предательство или заговор зреют вокруг Путина? Сложный вопрос. Очень надеюсь, что таки да. Говорят все о кликах, с одной стороны Патрушева, с другой стороны Пригожина, с третьей стороны Кадырова и так далее. Но, если честно, в табакерку Павла Первого не верю. Пока не верю. Путин уже не тот, что в молодости? Безусловно, не тот. То, что сейчас мы видим, это усталый, больной человек. А какой главный тогда симптом? Можете назвать? Ну, или физическое проявление? Для меня, как для профайлера, профайлер – человек, который обращает внимание на изменение эмоционального фона, поведение, жестикуляцию, телодвижение. Важно то, что правая сторона опорно-двигательного аппарата у русского царя не очень работает. И это говорит о том, что где-то в позвоночник или вторичная метастаза, или сам позвоночник болен, или еще там может быть целая куча диагнозов. В чем проявляется слабость нынешнего Путина? Ну, во-первых, в том, что он один. У него нет близкого друга даже рядом. То есть, есть посипаки, но друга нет. И семьи нет. И, естественно, это здоровье. Ну, учитывая, я профессионально занимаюсь двойниками Путина, учитывая большое количество двойников в СМИ, он очень редко появляется. Вот, кстати, это с Кадыровым, на мой взгляд, и на мои измерения, это был он. Здоровье не мешает ему вообще жить, не то что править Россией. Он – это двойник или он – это Путин был? Тут тоже сложный вопрос, потому что тот Путин, который пришел в 2000 году к власти, он очень сильно отличается от бункерного варианта. Тот, который сейчас считается главным и живет в бункере. Но, поскольку другого нет, я бункерного сейчас считаю главным. И вот этот бункерный, он очень болен. Вы упомянули семью. Есть вопрос такой от зрителей. Как насчет семьи? У него хоть кто-то ему дорог? Если бы семья ему была дорога, мы бы в любом случае видели его дочек, который рядом с ним. Ладно, жена, бог с ней. Жена – отдельная история. У него, насколько мне известно по анализу литературы, куча неприемных, а незаконных детей. То есть детей вне браков. У Тольза Кабаевой вроде бы от него двое. Если бы у него были хоть какие-то семейные чувства, эти бы дети были бы рядом с ним. Но он один и в бункере. По вашему мнению, Путин струсит нажать на красную кнопку или не струсит? Если он будет в состоянии оценивать реальность, струсит. Потому что жить ему хочется. Показатель к этому – те поликлиники перевозные, которые он возит за собой. Там в одном случае было 19 докторов. Причем далеко не самых последних в мире. С собой он увез в Сочи. То есть жить человеку хочется. Но в эмоциональном припадке он в одном награде разрушил себе ванную комнату в бункере. Есть свидетельства. В этот момент он может нажать на все, что угодно. Теперь давайте ответим на вопросы, которые нас интересовали последнее время. Наверное, последнюю неделю. И вот меня, например, очень интересует такой вопрос. Почему царь для россиян всегда хороший? Очень часто в истории убийства царям прощались. Простите, убийства. В истории России, по сути, да. Прощались убийства, грабеж. Откуда такая тяга прощать тиранов? Дело в том, что российская действительность, она очень сильно несправедлива. Это испокон веков. То есть вы помните, как бунтовали крестьяне, стояли на коленях возле дома бары. Баринов знали, что бунтуют, но все равно стоят. Это есть такая шутка у одного из классиков. Но вот эта несправедливость русская, ее надо как-то оправдать. Как ее оправдать? Есть возможность сказать, что царь-батюшка святой. Он просто не знает, потому что он занят другими делами. А вот бояре вокруг него коварные. И вот они стараются как-то эту Россеюшку-матушку нагнуть. А царь не знает. А вот если царю сказать, то он сделает все справедливым. Вот такое оправдание. И поэтому проще так считать, что царь не знает, и поэтому все так плохо. То есть есть какая-то тяга жить по щучьему велению, да? Да, но сказки же не просто так появляются, конечно. Хорошо, тогда получается, что без царя россиянам жить плохо. Никакой демократии никогда в России не будет. И вообще даже не задумываться об этом. Ну, здесь немножко по-другому, я думаю. Да, без царя им действительно плохо, но по другой причине. Во-первых, по причине лени. Она, конечно, сильно приправлена алкоголем. Это лень. Когда сам ничего не делаешь, ничего для себя не создаешь, то, конечно же, проще уповать на какого-то царя-батюшку. Или на местного князя. И второе, кроме того, что я уже озвучил, это отсутствие ответственности. То есть человек, когда он в состоянии что-то созидать, он берет ответственность на себя. А тут можно ответственность приложить. У меня был диалог с родной сестрой, которая была успешно заблокирована в феврале 22-го года во всех сетях. Но она мне сказала следующее, когда мы с ней оговаривали начало войны. Родная сестра. Она мне сказала, что царю виднее, это я цитирую, царю виднее. И он знал всю информацию. Мы с тобой ничего не знаем, учитывая, что мы в царя верим. Это война справедливая для России. То есть вот такой взгляд. Причем сестра моя барышня не глупая. Совсем не глупая. С высшим образованием. Вот так вот сложилось. Хорошо. Поговорим давайте о Путине и его страхах. Если это человек больной, если это человек вот такого, как вы говорите. Значит, он полон страхов. Иначе зачем ему вот это вот все дело начинать? Чего больше всего в жизни боится Путин? Ну, на данный момент, конечно же, он боится смерти. Больше всего. И это свидетельство этому бункер. Свидетельство этому врачи. Свидетельство этому та группа ряженых, которые в одно мгновение летчики, в другое мгновение моряки, в третье мгновение туристы. Одни и те же повторяются много раз на фотографиях службы охраны его. В церкви он стоит, бедненький, несчастненький, один. То есть он панически боится умереть. Кстати, последняя информация, что он перемещается по России между бункерами на бронепоезде. Самолет можно сбить, а вот с бронепоездом в России потяжелее будет. И там еще, вдумайте, в бронепоезде три фальшвагона. То есть эта информация русская, это не украинская. То есть не думаю, что это фейк. Вот чего он боялся до начала этой полномасштабной войны? Что, может, его сопровождало, сподвигнуло к началу этой войны? Есть такой какой-то момент? Я думаю, что к началу войны вы больше не страхи, это, снова, мое мнение, оно субъективное, не страхи вынудили на это, а скорее будущая слава собирателя земель русских. То есть вот он мечтал войти в историю, как тот человек, который вот воссоединил те земли, которые когда-то принадлежали имперской России или Советскому Союзу, и благодаря ему они снова собрались вместе. Потому что, по большому счету, Путину никто не угрожал. То есть физически, то, как он преподносил со всех экранов его политики, что вот НАТО, именно НАТО наступает, то на самом деле это не так. НАТО – это оборонительный блок, и никогда НАТО не угрожал территориальной целостности России. Никогда. То есть и Китай на то время, Россия тоже не угрожала. То есть у России угроз не было. А вот возможность диктовать свою волю, собирать земли, ну и иногда поднимать с колен свою страну, которая стоит в еще более ужасной позе. Вот это вот, я думаю, что Путин думал. Страхов не было. Другой вопрос, что маленький страх может быть, это то, что он мог потерять власть. Снова. А ты мне жизнь. Потому что экономика России, он уже это знал, была в не очень хорошем состоянии. И поправить политические рейтинги в экономике не получалось. А вот победоносной войной, да, он у себя бы еще продлил власть там на 4-5-6 там сезонов, сколько там ему это было бы нужно. А чего, если уж так говорить, чего получается бояться сами россияне? О, это вопрос очень интересный. Левада-центр социологический опрос провел в 2020 году. И там показатели следующие. Больше всего россияне боятся болезней. И, естественно, от них умереть. На втором месте они боятся, вдумайтесь, мировой войны. Это те, кто... А вот на третьем месте, очень замечательно, это произволу властей и репрессии со стороны власти. Вот это близкое к правде. Да, и Левада-центр не побоялся это опубликовать. Но я, если честно, общаясь раньше со многими русскими, снова до февраля, я активно общался с русскими, поскольку сам этнический русский. То я бы назвал две таких причины. Первая причина – это сухой закон или отмена алкоголя. Вот это вот для России очень страшно. И для россиян. А второе – это потеря мысли или потеря сознания, что Россия – это не мировая империя, а пшик, колосс на глиняных ногах. И, исходя из этого, россияне – никакие не арийцы и не те, кто могут диктовать миру свои условия, а просто никчемы, которые ничего из себя не представляют. То есть вот этот страх у них тоже есть. Ну, смотрите, получается какая-то идеология похожая с тем, что происходило в 30-40-х годах в Германии. Очень много параллелей, прям один в один. Более того, вы посмотрите сейчас, я совсем недавно комментировал на одном из каналов, русские опубликовали странную статью, то, что русские красавицы обладают определенными строениями черепа, лица, и именно поэтому они самые красивые в мире. То есть уже идет по факту рождения и по факту строения черепа превозношения определенной национальности над другими. Пока это в красоте. Совсем немного они вооружаются штангер-циркулями, начнут измерять лоб, челюсти и так далее. И снова по факту рождения, как когда-то истинные арийцы в Третьем рейхе. Только по праву рождения и по праву строения такого черепа они будут говорить, что мы можем диктовать остальному миру свои условия и свой образ жизни. Хорошо, давайте мы поговорим о какой-то такой более важной вещи, наверное. Вот почему россияне? Вот есть те, которых я где-то даже уважаю, которые выходят на одиночные пикеты, кладут цветы к памятнику Лесе-Украинке после трагедии в Днепропетровске, просто говорят, нет войне. Но их там один, два, три, четыре, пять. А желающих, вот мне говорят, что желающих сказать больше. Почему они не объединяются и коллективно не выходят? В этом трагедия русского народа. Потому что нет смелости в больших массах. Ее не было и даже в тех революциях, которые были на пороге 20 века, то есть 17-й и 14-й год, 1900, не было. Там это было все, ну, как сейчас это мы понимаем, были очень небольшие классовые категории людей и проплаченные, как оказалось, германским империализмом. Паврус или Паргус, как его правильно, не зря с Лениным долгое время общался. Но не в этом дело, а дело в том, что когда русские собираются в толпы, они все так же остаются боязливыми. Вы помните этот калаш видео, когда наш человек там или по Черниговым, или под Сумам, под Сумами танк останавливал? Один. А потом другое видео, московское метро, и один несчастный спецназовец полицейский... Не, подождите, там не спецназовец, там человек формы колобка больше похож был. Да, ну, будем так говорить. Один гонит порядка там ста человек. Причем ему тяжело бежать, он внутри глубинку машет, а они от него убегают, как вот... Получается, что русские в большой массе трусливы. К сожалению, я не верю в российский бунт, и не верю в российский Майдан. Я смогу только сказать, что если какая-то категория элит, или какая-то круг элит каких-то, сможет проплатить это все и небольшим количеством людей сделать эту самую революцию, это возможно. Но это будет дворцовый переворот. Каким, по сути, и являлась революция 1914-1917 года. Если говорить про наши Майданы, это не дворцовые перевороты. Это именно революция гидности. Но это вы россиянам докажите, которые смотрят российские... Бесполезно. Бесполезно. Еще одно бесполезное дело. Я иногда читаю российские паблики, и у меня сложилось ощущение, что они, я сейчас имею в виду россиян, которые там пишут комментарии, имеют право уничтожать другие народы просто потому, что они победители, просто потому, что у них там какой-то диагноз, просто потому, что надо говорить с ними по-нормальному. Это откуда растет? Ну, это вот то же самое великорусский империализм с шовинизмом. Но сейчас он еще подкрепляется, как мы узнали, строение МЧС. Смысл в том, что русский, еще даже в очень лояльный период с точки зрения социальных конфликтов, советский период, ну, там была идеология, идеология коммунизма, которая худо-бедно как-то заменяла и достаточно многие социальные конфликты сглаживала, тогда еще не было такого, что вот этот русский империализм, шовинизм так сильно в другим национальностям применялся. Хотя, даже вот в период моей молодости, я помню, что, допустим, приезжая в Москву, меня называли, хотя, ну, в общем-то, славянская внешность, меня называли лимита, да, потому что я не с Москвы. И это к своим, да, а уже если есть какие-то элементы Кавказа, Средней Азии, это сразу чурка. Чурка черно-адой. И, в общем, это все было вот в период перестроечный даже. Сейчас вот эти самые русские, или мне очень нравится пародия на шамана, «Я узкий всем широким на зло». Да, помните эту песню, «Я русский всем другим на зло». Вот хорошая пародия. Они, вот эти узкие, они на основании своего рождения, что они родились в Великой Российской Советской империи, они могут диктовать правила всем-всем-всем вокруг. И не важно, что они сами в дерьме, это совершенно не важно. Важно то, что они диктуют. А диктуют они, потому что у них есть сарматы, посейдоны, сатаны, и так далее, и так далее. Ну, хотя это все, оказывается, тоже не совсем это большее. Ну, а это от чего вот такое вот желание диктовать? Это от страха, от боли, от немощи, от зависти, от нищего. Все вместе. Вот все, что вы вместе говорите, все очень плотно ложится друг с другом. Но больше всего это немощ с ленью и невозможностью создать свой продукт, свое окружение, которое бы было работоспособным, приносило прибыль и обеспечивало бы жизнь себе и своей семье. То есть, вот этого в России катастрофически не хватает. То есть, среднего класса. Его там нет. То есть, если бы он там был... По большому счету, средний класс – это во всем мире движущая сила демократии и либеральных ценностей. Почему? Потому что человек, создавая свое какое-то дело, он остается независимым от средств массовой информации и от правительства. Почему? Потому что он сам себе хозяин. А в России есть углеводороды, их можно продавать, кто-то на этом наживается и какие-то крохи социальными переводами отдаются людям, чтобы они еле-еле влачили свое существование. На самом деле, я до сих пор утверждаю, я много по России путешествовал в свое время. Я говорю, что кроме небольшого количества городов, все остальное они называют это даже сами. Замкадье. МКАД – это Московская кольцевая автодорога. И вот Замкадье – это другое государство. Те города, где еще что-то либо как-то либо что-то движется, это, естественно, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и еще небольшое количество уездных городов типа Казани, Владивостока и так далее. Но там уже в гораздо меньшей степени. А все остальное это Замкадье. Хорошо. Оставим такие социальные моменты. Вернемся к тоже, наверное, социальным моментам, но чуть другим. Почему так популярны ксенофобия, нетерпимость, желание унизить других? И снова Третий Рейх. Мы русские, мы здесь самое главное. Это было еще со времен Российской империи, когда Россия, не скупясь, отправляла войска на Кавказ, не скупясь, отправляла войска в Среднюю Азию и якобы помогала народам тех стран выходить на уровень цивилизации. На самом деле она оккупировала на самом деле и насаждала там свои как это называется генерал-губернатор, который и правил этими районами. То есть это был, я так понимаю, еще Петр Великий, Петр Алексеевич или как там они его называют, Петр Первый. Вот он это все делал и потихонечку начал. И вот Советский Союз только поддерживал. И сейчас, учитывая, что снова в России почему-то не хотят эти ресурсы, которые у них есть, очень богатая страна на ресурсы. Если бы они направили эти ресурсы на внутренние нужды, а не на гонку вооружений и на внешнюю интервенцию, вы знаете, у России в принципе были бы очень неплохие перспективы. И вот они бы были на уровне с Китаем, может быть. Но этого не случилось. Так может быть это не направляют люди, которые не хотят, чтобы россияне богатели и становились независимыми, потому что стадом легче управлять? Однозначно. Однозначно. К сожалению, это так. Тогда хорошо. Самый главный вопрос. Как победить в себе этот русский мир? Ну, в Украине русский мир победить проще. Особенно с февраля 2022 года. Потому что мы понимаем, что такое русский мир и чем он грозит для Украины. Смерть, насилие, грабежи и так далее. В общем, все, что с монгольской ордой ассоциируется, также это ассоциируется с русским миром для Украины. Как победить русскому в себе русский мир? Первое, это проиграть в этой войне. Это самое первое. Второе, желательно, чтобы Россия распалась на большое количество регионов, которые бы обрели собственную государственность. Тогда бы шовинизма поубавилось. А уж потом, когда вот эти народы строили бы свои государства и без ядерного оружия, без мощных вооруженных сил, а путем труда, экономики и коммерции пытались бы выйти на мировой рынок и добиться каких-то успехов, вот тут уже бы в дело вступил тот самый средний класс и в том числе нежелание терять то, что ты создал. По большому счету у 130 и 140 миллионов россиян нечего им терять. Нечего. Они уже все потеряли. И все, что они имеют, это пачку пельменей, палку колбасы и настойку боярышника. Там очень мало обеспеченных людей. Кстати, именно поэтому в Москве и в Петербурге и в Екатеринбурге призыв очень-очень ограничен. Призывают замкадья. Почему? Потому что москвичи, будем их называть вот этих зажиточных москвичами, им есть что терять. Очень есть что терять. И поэтому как они себя поведут на войне и как поведут себя те, когда придет похоронка или групп, это очень интересный вопрос. После поражения нацистской Германии мир победил ее оккупацией, тяжелой работой с населением Германии, чтобы те признали вину. С расшизмом, назовем это так, что делать? Признают люди, которые верили в Путина, в Великую Россию, еще во что-то, в Великую Россию, которая всем угрожает. Я, например, не против Великой России, которая живет себе и развивается. Да, пожалуйста, ребят. А вот та, которая приходит меня убивать, вот я против такой Великой России. Так что делать миру с этим? Признают россияне я думаю, что даже при условии современного интернета и средств массовой информации на это уйдут десятилетия. Давайте так, не десятилетия, 20 лет, когда вот это вот поколение тех самых забористых шовинистов, когда они уже станут немощными, ну поколение идет 20 лет, вот тогда у нас будет шанс на то, что россияне потихонечку начнут менять свою точку зрения. за год-два этого точно не случится. Как бы мы их не изменяли, не пытались им насадить ценности, даже им на подносе приносили, нет. И я вам скажу, кстати, в этом же будет большая-большая проблема для Украины. те 8 лет для оккупированных территорий, которые называют ЛДНР, это тоже будет проблема, как этих людей перед, давайте назовем это так, грубо, конечно, перепрошить на цивилизованную жизнь, потому что Яг столкнулся с мальчиком, который 8 лет он жил, восьмилетнем жил в Донецке, и вот сейчас он попал перед самой войной в Украину, и я с ним работал. То есть 16-летний подросток, очень тяжело ему внушить что-либо, прям манкурт, вы знаете, да, что такое манкурт? Очень тяжело внушить о том, что Алексея не такая великая, а Украина это самостоятельная страна, которая имеет право развиваться так, как она хочет. Вот совсем тяжело. И вот на этом примере я понял, что там таких сотни тысяч, и с этим придется что-то делать, и для этого должна быть государственная программа. Как закончить войну с людьми, которые желают тебя убивать? Только один способ. Убить или взять в плен их. Другого способа нет. И поэтому, да, кстати, еще один момент, которого боятся россияне сейчас, кто с этим столкнулся, это сбройные силы Украины. Их даже боятся больше, чем чеченцы. Для меня это серьезный показатель. Раньше чечены были бабайками, которых боялись русские, а сейчас они боятся сбройных сил Украины. И не жестокости от сбройных сил Украины, а точности попаданий и умения воевать. То есть, вот это хорошо. И я очень надеюсь, что благодаря западным партнерам украинские вооруженные силы будут в состоянии нанести поражение русским войскам, оккупационным войскам на территории Украины, и выкинем их до границ 91-го года. А больше нам не надо. Нам не надо чужого. На этой прекрасной ноте давайте ответим на вопросы от наших зрителей. Второй блиц, очень коротко. Назовите три фактора с точки зрения психологии, почему Украина не Россия. Да, очень просто. в Украине никогда не будет царя. Да, Гетман может быть. Но мы понимаем, что Гетман это не самовержец и не самодержавие. Это человек, который подчинен казахскому обществу и он подотчетен. Второе, в России никогда не будет Майдана. Еще раз говорю, там возможен дворцовый переворот, но Майдана революции гидности там не будет. В ближайшем будущем это невозможно. В Украине не будет никогда, как в России, имперского шовинизма. То есть украинец не будет насаждать свой образ жизни другим, так как это делает россиянин. Россиянам нужна свобода и демократия или россиянам нужна твердая рука и диктатура? На сегодняшний день им нужна твердая рука и диктатура. На сегодняшний день. Более того, они к этому стремятся. Я думаю, что если Путин уйдет, следующий будет, если Россия останется в том виде, в котором она есть, то следующий будет тоже диктатором. Будет это или Пригожин, будет ли это Патрушев, будет неважно фамилия, но он будет или узким кругом лиц, будут эти круг лиц ГКЧП, назовем типа того, диктаторский, или это будет какая-то личность. Если Россия распадется, тогда есть шанс на более мелкие образования, которые действительно могут быть без царя, без самодержца. На похоронах Путина будут рыдающие толпы. Если не будет поражения России, вся страна будет рыдать. Так же, как вы видели, как Ким Чен Ын путешествует, и он еще живой, а уже вся Корея рыдает. Вот тот тоже будет и с россиянами. Что напишут на могиле или памятнике Путина? Вот тут я бы очень хотел сказать, что он пытался нас поднять с колен, но не смог, или же он собирал земли русские, но так и не собрал, будет вообще здорово. Но я думаю, что не будет никакой плиты. Я думаю, что даже если какое-то время он будет в Кремлевской стене или даже, как говорят, в Мавзолее, если вдруг, то это будет очень короткий промежуток времени, а после этого он будет просто похоронен с надписью В.В. Путин в лучшем случае какой-то президент России. Мы пожелаем россиянам, чтобы это случилось как можно быстрее. Об этом должны помочь все-таки вооруженные силы Украины. Дмитрий, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересное по полочкам. Хорошего дня и ждем победы Украины. Вам тоже. Спасибо. Всего доброго.